Я сразу хочу оговориться и хочу, чтобы на меня люди, которые сейчас сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. У нас опережающими темпами росла заработная плата, и она опережала темпы производительности труда. Владимир Владимирович, давайте продолжим. Вы сами сказали про падение уровня доходов. Мы тоже все это увидели. Очень много вопросов. Я зачитаю буквально несколько очень коротких. Они из разных регионов. Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится, хотя бы чуть-чуть, очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч. Это Самарская область, не наш Владимир. Пермский край. Почему умирает моногорода? У нас два завода, но работы нет. Молодежь бежит или спивается. Очень-очень много вопросов. Очень много вопросов о низких зарплатах, на которые просто невозможно жить. Людям не хватает на самое необходимое. На еду, на одежду, для себя, для своих детей. Учитель высшей категории из Орла написала нам, что получает 10 тысяч 764 рубля. А лор из Мурманской около 20. Работаю здесь же в пожарной части номер 31. Скажите, пожалуйста, когда поднимут зарплату? На данный момент зарплата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. У меня, как командира отделения, 16 тысяч рублей. На такую зарплату сейчас, по нынешним ценам, прожить невозможно. Нам приходится работать на двух, на трех работах, не находясь дома. Из-за этого рушатся семьи. Работать в пожарных частях некому. По двое, по трое человек в карауле. И тут начинается раздача заботы. Путину надо посмотреть, надо проверить. Во-первых, то, что вы говорили о 10 тысячах и так далее. Это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами принято впервые решение, мы довели минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, он не может, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. А теперь вот по этому конкретному вопросу. Да, действительно, в МЧС сложилась ситуация, ну, прямо скажем, не самая лучшая. Почему? Потому что там есть люди, которые в погонах служат, и они получают, ну, примерно вот так, вот как вот этот коллега говорил. Я не знаю, он в погонах или нет, думаю, что нет, потому что на его месте человек в погонах получал бы 43 примерно тысячи. А все остальные, которые гражданские персоналы, так называемые, вот 13 или вот как он, 16. Как можно получать пожарному 8 тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату? Это пишет нам начальник пожарной команды Александр Мельников, Саратовская область. Вот все люди, которых вы перечислили, относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую указную категорию. Ну, я возвращаюсь к теме падения доходов. За эти дни мы просмотрели тысячи обращений о том, что стали получать меньше. Пишут абсолютно все. И те, кто, в принципе, зарабатывает неплохо, и те, кто относит себя к среднему классу, и те, кто, не стесняясь, называет себя, в общем-то, бедными. И тут, скорее всего, дело не в цифрах каких-то определенных, а в ощущениях. Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче? Ну, это действительно так. Поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Здесь перед нами стоят совершенно конкретные цели. Это и рост заработной платы запланирован, рост доходов населения запланирован, пенсии, заработных плат и так далее, и так далее. В 2006-м Путин поручил разработать концепцию долгосрочного развития. В 2008-м утвердил ее своим распоряжением. И к 2020-му году должен был произойти рывок в экономике. А минимальный размер оплаты труда превышать прожиточный минимум в 2-2,2 раза. Прожиточный минимум сейчас 11 280 рублей. И минимальный размер оплаты труда должен быть сейчас не менее 22-24 тысяч рублей. Но на деле МРОД просто приравняли к прожиточному минимуму. А дальше держитесь. Это и так был очень тяжелый процесс. Документ опубликован на официальном интернет-портале. Скажите, а какие зарплаты у врачей? Максимальные, минимальные? Легко ли привлечь врачей на эту зарплату? В среднем заработная оплата в пределах 20 тысяч рублей. На 25 тысяч рублей. Я слышал сейчас, что заработная оплата низкая. В целом по стране они растут. У врачей в этом году уже они выросли на 5 процентов. И где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. Рост доходов имеет положительную тенденцию с прошлого года устойчивую. В прошлом году он составил 6 процентов. В этом году 6,5 процентов. Зарплата средняя, хочу это подчеркнуть. Именно средняя заработная плата, рост ее составил 20-21 процентов. Ну не надо, наверное, вам рассказывать, какая у нас смешная зарплата. Нужно кардинально как-то решать эту проблему. Да, положение сложное. Вот эти повышения, они значительные все-таки, они будут на 40-60 процентов в реальном исчислении. Рост денежных доходов населения, реальных доходов населения, планировался в 6,5 процента. Он составит 8,5 процента. Начисленная заработная плата будет 36 с небольшим, 36,7 процента. Профессия бюджетной сферы работников культуры, педагогов и врачей малооплачиваема. Возможно ли, что она будет цениться так же, как во всем мире на должном уровне? Татьяна Геннадьевна, ну вы знаете, что в прошлом году, в конце прошлого года, фактически в этом уже, мы сделали то, что в состоянии была сделать экономика страны, повысили на 1,8 заработную плату в бюджетной сфере. Теперь рост реальных доходов населения. Зарплата выросла в реальном выражении за минусом инфляции на 11 процентов, пенсии на 7 процентов. Это Рюмин Алексей Викторович звонит. Рабочий судоремонтного завода номер 82, поселка Розвяково, Мурманской области. На нашем судоремонтном заводе с августа месяца не выплачиваются зарплаты и отпускные. Хотелось бы узнать, когда прекратятся задержки с выплатой. Здесь перед нами стоят совершенно конкретные цели. Я сейчас не буду говорить о цифрах. Они есть, их можно легко посмотреть, с ними можно ознакомиться. Это и рост заработной платы запланирован, рост доходов населения запланирован, пенсии, заработных плат и так далее. Услышав ваше выступление по телевидению о повышении заработной платы врачам и учителям, мы с женой воспряли духом. И дальше разочарование в связи с тем, что автор этого вопроса врач-нейрохирург, и это его не затронет. Да, я понимаю вашу озабоченность. Конечно, нужно думать и о повышении заработных плат в этой сфере вообще. В случае, говорит Камиль Тагирович и о достаточно низкой заработной плате в системе школьного образования. Он собирается заключить брак, его избранница, как раз, я так понимаю, молодая учительница. На данный момент складывается такая ситуация, что я не могу позволить себе даже пару обручальных колец. Что касается заработной платы учителей, то она действительно низкая. Это надо признать. Рост реальных доходов населения примерно 11%, 12,8% рост заработной платы. Не раз я слышала, что зарплата врачей считается достойной, но слово «достойная» не обозначает этого слова. Ведь пенсии у нас считаются тоже достойными, но этого сказать нельзя об этом. Существуют способы повышения их доходов и заработных плат. Это должно быть связано прежде всего с качеством обслуживания. Это должно идти по пути, как я уже говорил, отраслевой оплаты. Золото-валютные резервы выросли до рекордного за всю историю России уровня. И то, и Советского Союза, и Царской России. 424 миллиарда долларов США. Стабилизационный фонд правительства составил 3,5 триллиона рублей. Как это отражается на жизни наших граждан, на их реальном социальном самочувствии? Главный показатель – это, конечно, рост благосостояния, рост заработной платы. Я тоже видел строчку – зарплата для госслужащих, то есть для бюджетников. Значит, предполагалось повышение зарплаты бюджетников с 1 декабря этого года. Так и будет сделано. Прежде всего, я бы обратил внимание на повышение уровня доходов граждан. У нас растут заработные платы. И вот недавно мы собирались в Сочи не только с членами правительства, но и с экспертами. Многие эксперты, и, в общем, с теоретической точки зрения справедливо, обращают внимание на то, что зарплата растет опережающими темпами быстрее, чем уровень производительности труда. Вы говорите, что зарплата поднимается, но как медработник, я вообще на себе, мы не почувствовали эти поднятия зарплаты. Особенно работников скорой помощи. Мне кажется, вообще она не поднимается. В целом зарплата повышается. Это очевидный факт. Я вот сам являюсь врачом и хотел бы задать вопрос Владимиру Владимировичу. Почему официально озвучивается зарплата врачей 49 тысяч рублей в месяц, а вот по факту врачи получают в районе 12-15 тысяч рублей в месяц, и это врачи высшей категории? Ну, в целом, по статистике, у нас заработные платы в медицине растут опережающими темпами. Эти темпы выше, чем по другим отраслям. Что касается 12-13 тысяч для высококвалифицированных специалистов заработной платы, то это тоже надо смотреть конкретно, смотреть, что это за регион. Обязательно на это посмотрим. Уже принято было решение правительством о том, что заработная плата руководства соответствующих бюджетных учреждений не должна быть выше, чем средняя заработная плата по этому учреждению, не должна превышать восьми раз. Но располагаемые доходы населения в прошлом году сократились на 1%, а заработная плата подросла на 1,3%. Мы сейчас сказали о ценах, мы сейчас сказали о уровне заработной платы. Но с чем это связано? Понятно, что это связано с давлением на рубль, с тем, что он подешевел. Но ведь мы что делали в последние годы? У нас опережающими темпами росла заработная плата, и она опережала темпы производительности труда. Правительство закончило работу над антикризисным планом. Сейчас его задача реализовывать его в жизни. Хорошо. Приморский край. Воронцова Наталья Константиновна. У нас сейчас очень сильно поднялись цены. Зарплата осталась на том же уровне и даже понизилась. Имеют место массовые сокращения. Мы теперь не живем, а выживаем. Вот до каких пор это будет продолжаться? Это мы должны будем учитывать в своей социальной политике, оказывая поддержку, прежде всего, конечно, незащищенным слоям населения, тем гражданам, которые испытывают особые сложности. Я работаю на ЧМЗАПе, то есть Уралавтоприцеп. Выполняем госзаказ на оборонку, делаем прицепы. У нас, в общем, проблема такая, то что задержка идет очень большая. То есть на три месяца задерживаю зарплату. Ну, плюс еще, допустим, они не выплачивают полностью, если дают, там, кусками небольшими. То есть, ну, зарплата маленькая, немаленькая. Вот, в общем, беда в этом. Этот Уралавтоприцеп, автоприцеп, я сказал, у нас на минимальном уровне, на низком уровне, скажем, находится безработица. Я вижу, что многие предприятия стараются что делать? Не увольнять работников. Но, конечно, не выплачивать зарплату при этом тоже не дело. У нас реальная заработная плата, тем не менее, с июля-августа прошлого года начала потихонечку расти. И за прошлый год она подросла на 0,7%. Конечно, наверное, это еще пока трудно заметить. Хотя в апреле этого года рост составил уже 2,3-2,4%. И в общем и целом обязательно будем двигаться к тому, чтобы люди реально почувствовали изменения к лучшему. Как можно получать пожарному 8 тысяч рублей в месяц и рисковать жизнью за эту зарплату? Это пишет нам начальник пожарной команды Александр Мельников в Саратовской области. Когда прибавят зарплату почтальонам? Получаем 3,600. Как жить? Ну, там насчет 3,600 надо проверить, откуда здесь. Надо проверить, конечно. Берутся такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы. Рот есть, он уже выше, чем 3,600. Но все люди, которых вы перечислили, относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую указную категорию. Что касается тех бюджетных сфер, которые попали в указы 2012 года, там более или менее у нас соблюдается порядок повышения уровня заработной платы. Наверное, это распространенный вопрос, почему такие маленькие зарплаты учителей. Я работаю учителем начальных классов. Отработала год. Свыше 16,5 тысяч я не получала. Как существовать на эти деньги? Мы с вами знаем, мы и все другие учителя страны знают, что была поставлена задача довести среднюю заработную плату учителей по средней экономике. Средняя по экономике в Иркутской области 30 с лишним тысяч. Значит, учителей даже чуть больше в Иркутской области. Ну, а по поводу вот этих 11 тысяч, это, конечно, странно. Повторяю, в разы зарплата отличаться не должна. Ну, поразбираемся с вашим конкретным случаем. Мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения на 3,8%. Согласно ваших майских указов, моя заработная плата повысилась с 1 января 2018 года в размере около 60 тысяч рублей. Но это продлилось всего три месяца. А с апреля заработная плата опять уменьшилась. Сказали, что было распоряжение, где сохранять среднюю заработную плату по региону в течение первого квартала 2018 года. Хочу спросить вас, повышение заработной платы носит только временный характер или должна сохраниться постоянно? Я уже обращал внимание на то, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или высшей школе, он должен быть не только сохранен, но и приумножен. Он должен двигаться дальше в сторону повышения. В целом по стране они растут.